В этой стране людей без шуток едят руками И это выглядит вот... Где они выращивали, здесь ёлки продаются мощно? И сегодня я вам расскажу про интернет в Дувае Вау По первому, может, я попал? Ну, пора вставать, Дуба Ну что, дамы и господа, проведу вам программу по домам Или по трусам, вообще-то, это по в килограмм Короче, здесь я сплю Это мой вид, такой красивый Здесь спит мой френд Эта обувь не моя Дива Здесь, смотря, спит Надеюсь, сейчас никто не говорит О, нифига, тут лежит газета Как будто бы быстро в душ Ага, ага, угу Смотрите, как в Америке, вот так вешаешь Так, эх, кто там, кто там Кочные тут С лифта, смотрите, я попадаю на свою личную парковку Сейчас Бип-бип Не сегодня Окей Дэн, 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 дэн Дэн, 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 дэн Добро утро, джбаacions Так, погнали, поющим Где можно Отхавать В некоторых местах Экстремальные люди проходят Дорогу О, здесь походу так принято Может, мне тоже надо соблюдать местные правила Та ващеEND плашен Стоит, поэтому можно Мы убежим, я принусь, а то, что такое Мы идем Звучаем цены. Умраем на 13. Вспоминаем, что в этой стране люди без шуток едят руками. И это выглядит вот так. Окей. Спасибо. Буквально 230, 220, 200 рублей. И ты наелся. Без шуток в Москве дороже. Один кафе, пожалуйста. И чикен бриами. О, если нет проблем, то есть? Это чикен бриами. Здесь салат и вот это вот что-то. О, что-то сметанно-майонезное идет в комплекте. Кикен бриами стоит 14 лирхам. И посмотрим, сколько там внутри мяса. Куриный сюрприз чек. И вот с всякими видочками. Боря берите. Смотрите, здесь было целых две ноженьки. Прекрасные, вкусные ноженьки. Это просто нежнейший курицей. Но вам время рассказать, где же находится прекрасное место. Помимо моего вот этого отеля. Зуем его вот так. По идее, это отель. Вот видите, голубая башня. Это Мэл Овзэ Эмирейтс. Там торговый центр Лу-Лу. Короче, это два больших торговых центра в Тюбай. Место для проживания за 25 дирхам в сутки. И еще такая фишка, что в основном все хотят сдавать по месячу. Но мне говорили это неоднократно. Сюда приезжаешь, за месяц платишь 700 дирхам. Это примерно 14-200. Что-то такое. Короче, уложите на 17, пожалуйста. И все. И ты живешь целый месяц, не паришься. До метро, смотрите. Вот, пам-пам-пам. Вот торговый центр. А метро у вас сейчас будет. Сейчас я бегу, покажу. О, после этого чикен-при, они что-то не очень легко бегают. Давай. Давай, Дима. Вон оно метро. Типа, получается сколько? 10 минут по баксу, и ты в метро. А теперь мы идем путешествовать. А как? Здесь же шипенный фонтан. Просто струясь под землю, лупят в воду. Ой, чайки. Да, это лакши. О, вот это штуковина. Блин, фонтан вообще, конечно, прикольный. Блин, они просто так прикольные. Смотрите, какой чай. Я никогда просто не видел столько чай в одном месте. Смотрите, вон. Смотрите. Вот это цапля какая-то. Считается здесь просто, смотрите. Она просто среди города такая летает, отдыхает. София, кстати, мне прислала. Можно потише, я видео снимаю? Спасибо. Что это было? Дамы и господа, сегодня я вам расскажу про интернет в Дубае. В крайней мере, про Wi-Fi. В торговых центрах он работает просто офигительно к меру. 5 гигабайт видео загружал в интернет 40 минут. Прикиньте, просто так же интернет работает на остановках. Работает в разных торговых центрах, естественно. И у меня повезло, он есть у меня в Костове. Для подключения к интернету часто бывает такая тема. Ты берешь, вводишь свой мейл-адрес. Тебе все 5 минут на то, чтобы при подключенном интернете ты подтвердил то, что это, типа, являешься ты. И все. То есть номер телефона вводить не обязательно. Но небольшая проблема. Именно в метро, в метро работает интернет только на платформе. В вагонах он не работает. И именно там нужно использовать местную сим-карту, потому что тебе, короче, по мейлу не получится там зарегаться. А в торговых центрах без проблем. То есть можно, как я и делаю, приходишь в торговый центр, закачиваешь видосы в интернет, чтобы просто, знаете, не потерялись и не хранились где-то в интернете. И все. То есть, если я там потеряю телефон, мне будет супер по барабану, потому что я не потеряю свой контент. Давайте поизучаем цены в магазине. Samsung в официальном магазине на телефоны Apple. Шутка. Телефонный Samsung Galaxy Z Fold умножайте на 17. Слышу, что наушники в подарок идут. Смотрите, какие маленькие клипсы. Всяк никто здесь, пиар. Можно их послушать прям. А, Galaxy Buds 2, офигеть, крутые. У меня Buds Pro. Хорош, что уж таки. Во-первых, я посмотрел видео, понял, что он будет заспанного бобра похож. Все нормально, я просто, вишь, его поспал, блин. И это, блин, загар мой красный, в смысле, загар. Значит так, во-вторых, смотрите, это future, это будущее. Вода, понятно. Самое главное. Хочу еще. Хочу еще. I wanna bar. Круто. Ну, я тебе сам немножко гляну еще раз. Вот крутотень, а. Видите, это она бесконечная. Хочу очень много. Смотрите, здесь прям капуста продается. Вот так вот. Ладно, это ананас. Смотрите, как чувак фигарит прям. Чуть не попало нас. Интересно, я могу попросить, чтобы я вот этот бокс себе забрал просто? Смотрите, бах, полонс, бах, бах. И так сойдет. Давай еще. Бах, 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 бах. Пипец, я бы там целые четыре ананаса себе собрал бы. Так, ну, что это такое? О, мы опять в коленаре вами. Let's go. Oh, thank you, thank you. Паша с дроги. Это просто зелено халяву. Вот я в целом и победу. Смотрите, где они их выращивают. Здесь елки продаются мощно. Что это такое елка без напаха? Алло, она настоящая? О, еле внюхнул. Она настоящая. Давайте посмотрите, сколько стоит новогодняя елка. Он за Дубаи. Я нашел 2 метра. И вот столько. Что это такое? Смотри. 6-6 тысяч. Окей, слушайте, офигеть, в Москве такие цены на елки. А где они тут выращивают? Тут же везде пустыня. Блин. I want one of this. It's on my ship. Thank you. Пробуем. Очередную халяву. Без прикола это елка. Слушай. Офигеть. Ты знаешь, как мощнейший какой-то J7 такой. Слушай, пойду спрошу, где он продается. Чувак, я вернулся еще. Thank you. Слушай, без прикола эта штука сработала. Пойду посмотри, сколько это стоит. Сейчас, скуну. Офигеть. Это реально очень крутой, вкуснейший сок. Реклама сработала. Я иду, смотрите, как загиблизированный. Я не вижу других соков. Я вижу только его. Блин, я забыл, как он выглядит. Здесь столько сока. И где он? Ну ладно, возьму другой. Шучу. Блин, жесть. И что, мне хотелось возвращаться? Блин, короче, правда, очень вкусный сок. Вау, я его нашел. Я понял, почему он такой вкусный. Он стоит 300 примерно. 30 рублей. Так, он, конечно, вкусный. Ну, вроде и не такой уж и вкусный, как бы. Можно, можно, я просто еще пойду попробую. Офигеть. Ну, это что, дороговато, если честно? Говаривают, что Дубай это не пьющая страна. И вы знаете, вы знаете. Я пока тоже с этим согласен. Потому что, подойдя сюда, я понял, что это все нон-алкоголь. Прикол. Есть отдельный магазин с алкоголем. Где я еще не был? Я за здоровый образ жизни. Шучу. Смотрите, это все выглядит типа... Ох, сегодня тусанем. А по факту это все просто безалкогольное. Смотрите, это вино. Смотрим. Мощно. Алкоголь. Это все безалкоголя. Это типа... Типа, чтобы туса была, но как бы, чтобы и как бы не было. Типа, знаете, для фантазии. У нас как бы пати. Возьмем-ка вот этого. Офигеть. Что это? Зачем это правда? Как это? Почему это? Окей. Много вопросов? Мало ответов. Выглядит своеобразно. Потому что это сравнивание дубайских напитков против российских. Все это вышло на 5.55. Умножаем на 17. Получаем примерно 90 рублей. Типа, первая. Стар с манго. Пробуем. Нормально. Если любите манго. Я, походу, манго не люблю. Банановая какая-то шляпа. Пробуем. Это похоже на чудо-югурт с бананом. Лекарство. Офигеть, прям чудо-югурт с бананом. И последнее. Главное, чтобы сегодня не упала моя коллекция красивая. Что это? Ну, знаете, с какой-то таблеткой, как будто они с лимоном. Подстава. Так, это 3. Фу. 2,5 из 5. 4,5 из 5. 3,5 из 5. Welcome to Dubai, guys. Фу. Ну, вот это, кажется, жесть. Если любите таблетки, то покупайте тушнягу. Это реально прикол. Я, как говорил, в торговом центре, кроме как кафе или магазинов, где продают мебель, нельзя нигде посидеть. Я нашел, где можно посидеть. Просто при входе в торговый центр все. Типа ты устал, вот пришел, сел. И пошел фигарить по торговому центру. Что это за фигня? Я сейчас проверю. Может, не лавки? Может, мне кажется? Нет. Это вправду лавки. Во всем торговом центре их просто нет. А сейчас мы с вами отправляемся в Бурш-Аль-Араб. Огромная страна, не видимо чего. Правильно парус. Я говорю, очень красивый закон свет. Это романтично. Он видел на романтическое свидание, что ли? Телепорт домой. Это парня-добряка, который мне помог с... Живем здесь. О, 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 герои, охмелье. Так, показываю четкий падик. Лайкан Раша. Смотрите. Ой, да, вот так, уютно. Ой, а как это стило себя кулость? Окей. Так. Что, сюда? У меня не сюда. Ладно, ну, смотрите, свет включить. Ага, спасибо. Локтевой толпанулся, блин. Что, глянем? Неужели это бы ехать прямо на улицу? О, видите, если я пазднуешь на работу, быстро выпрыгнул и сел такой на работу. Поехал пиццу развозить. Тык-тык-тык-тык. Так, что холодно выглядит, особенно, ненадежно. Ладно, проверять не буду. Все, и мы на первом этаже. Это типа четыре с половиной тысячи примерно, чтобы там гульнуть, да? Так, тихо, мы заходим в соседнее здание, возможно, сейчас получится в этом здании просто подняться, типа, наверх и оценить все то, что мы увидели. В среднем номере в этом отеле, как вы думаете, сколько стоит пожить одну ночь? Барабанная дробь 202 тысячи рублей за одну ночь, не за неделю.